Слава Иисусу Христу! С разных народов, из разных племен, с разных городов, с разных стран, но с одним Иисусом в сердце, с одной любовью, с одной верой. Слава Богу! Боже всемогущий, благодарность Тебе и хвала! Я благодарю Тебя за всех присутствующих, за тех, кто был Господь в эти дни здесь и те, кто пришли сегодня сюда, Господь, Боже, благослови! Благослови каждого из нас, наш Учитель, наш Наставник! Ты сегодня среди нас, Ты сказал, что где двое или трое собрано во имя Твое, там и Ты посреди. Мы собрались во имя Твое, во имя Иисуса Христа. Учи нас сегодня! Наставляй нас сегодня! Духом Святым Своим, Бог всемогущий, пусть истина Слова Твоего и пусть правда историческая поможет, Господь, нам быть действительно свободными. Он может освобождаться и пусть сегодня также цепи падают, оковы падают, пусть сегодня христиане, Господь, воспрянут от сна во имя Иисуса Христа. Боже всемогущий, благослови нас верующих разных динаминаций, конфессий, Боже благослови пришедших сюда и тех, кто не смог прийти, Господь благослови там, где они сейчас находятся. Благослови тех, кто в трансляции смотрит, Бог всемогущий во имя Иисуса Христа, благослови и сегодня, Боже, мы прикасаемся к тайне истории Твоей Церкви. Бог всемогущий, Ты создатель Церкви Своей, Ты создал Церковь Свою и врата ада не одолеют ее. Бог всемогущий и эти две тысячи лет, Боже, подтверждением являются правдивости Твоих обетований. Боже, спасибо, что и сегодня врата ада, штурмующие Церковь Твою, они в очередной раз потерпят поражение. Благодарим Тебя, что сегодня Церковь Твоя столб и утверждение истины, не утверждение зла, не утверждение лжи, но утверждение истины. Благодать Твоя это будет с нами. Аминь. Аминь. Пожалуйста, представьте с возлюбленными братьями, сестры, всех вас приветствую, благословляю во имя Иисуса Христа. Слава Богу, дорогие друзья, спасибо за то, что пришли, во-первых, пишите записки, письма, вот эти вот просьбы, вопросы. Я хочу вашему вниманию в самом начале сегодняшнего вечера представить тезисы Православного Обновленческого Собора нашей Церкви, Украинской Реформаторской Православной Церкви 2008 года. Тезисы Собора. Здесь 100 тезисов и также небольшой рассказ как раз об истории Православного Обновленческого Движения. Я собираюсь на будущей неделе немного об этом говорить, об обновленцах, о тех православных священнослужителях, что в далекие уже для нас 20-е годы, 20-го столетия, 30-е годы, несли Слово Господне, ревнование о реформации Православной Церкви. Вы все знаете такого известного русского актера театра кино Михаила Боярского, нашего Дартаньяна, все знают, да? Там пока-пока-пока, Чивоеда, перьями на шляпах, помните, да? Все так вот, но мало кто знает, что у Михаила Боярского интересная судьба, ну, у его семьи очень интересная судьба. Он из очень интересной семьи, он об этом не так часто говорит, к сожалению, хотя последние годы я замечаю, что он все чаще как бы к этому возвращается, слава Богу, и к корням своей семьи возвращается. Дай Боже, я очень хочу, чтобы он тоже одел какой-нибудь рясу и, знаете ли, Евангелие у него Слово Божье. Вообще, он из семьи потомственных священнослужителей, и его дедушка был нашим русским лютером, скажу так, реформатором, великим православным обновленцем, реформатором, митрополитом Православной Церкви, расстрелянным в 1937 году. Это Александр Боярский, митрополит, который, в общем-то, являлся одним из лидеров, да, он был одним из лидеров, да, именно православного обновленческого движения в 1920-е годы. Да, здесь фотография Александра Ветенского и, в общем-то, Антонина Грановского, тоже известных реформаторов того периода времени. Так вот, сами тезисы в ближайшие дни, я так понял, они будут на раскладках внизу, можете их приобретать. Те, кто пользуется интернетом, пожалуйста, вы можете зайти на сайт нашей церкви, alivechurch.info, живаяцерковь.info, или же в любую поисковую систему вводите Украинская Реформаторская Православная Церковь, попадаете на наш сайт. И там вверху есть, в такой шапочке, как бы, такая рубрика, она называется «Тезисы православной реформации». И когда открываете ее, то там будет текст 20 тезисов собора 2003 года, и вы можете в PDF-формате открыть вот этот буклет, эту книжечку, будем так говорить. И там будет 100 тезисов православной реформации, принятой на соборе 2008 года. В этом году, в 2012 году, будет очередной, уже четвертый собор Украинской Реформаторской Православной Церкви в августе месяце, 19 августа, на преображение Господне. Информацию более полную дам позже. И, в общем-то, если у вас есть возможность быть в Киеве 19 августа, то, пожалуйста, не пропустите. Мы приглашаем, и я лично приглашаю, и мы, как служители православной реформации, приглашаем христиан разной динаминации, конфессии. У нас будет время для узкоцерковного, допустим, общения, как бы, некоторые планы административные, там, прочее, решаться. Но будет служение 19 августа общее для всех. И плюс еще это в самом Киеве. И плюс еще будет совместное Евхаристия, хлебопреломление, причастие совместное. Я очень люблю вот те моменты, когда христиане не просто говорят о единстве. Знаете ли, без дела, лишь словами, это не вся еще любовь, не вся истина. По-настоящему, по истине, христиане тогда едины, когда они могут объединиться вокруг Господа Иисуса и принимать тело и кровь у чаши Господней. Вот это настоящее уже единство, я так рассуждаю. Это уже не просто говорение, что вот, мол, мы едины и прочее. Но когда мы декларируем это перед небом и землей, когда мы это говорим в духовный мир, когда мы вместе говорим, что мы одно тело. Да, порой с разной теологией мы, да, и Библия говорит нам об этом, что должен быть всяким разномыслием. Елисям среди нас в хорошем смысле, есть в плохом смысле, есть в хорошем смысле Библия написано слово елисям. Так вот, разные разномыслия могут быть, но один Иисус Христос, один Господь. Я буду отвечать на вопросы сегодня так же, вопросов прибавляется, а время все меньше становится у нас. Но я постараюсь скоротенько отвечать. Но, знаете ли, господа, скажу, что я не папа римский, я не претендую на безгрешность в своих ответах и в учениях. Я ищу и познаю истину, как и миллионы и миллионы других христиан. Но то, что я знаю, я с удовольствием это открываю для людей, с удовольствием делюсь этим. И сегодня будет тема такая очень непростая. В тезисах реформации православной, в общем-то, много об этом говорится. О сегодняшней теме моей как раз. Я буду сегодня говорить о многобожии, о возникновении, о природе многобожия в христианстве, о возникновении, зарождении многобожия в христианстве и о развитии этой раковой опухоли в теле Господа Иисуса Христа, приводящей к смерти миллионы и миллионы душ по сей час. Так вот, и здесь очень много тезисов, посвященных как раз этой проблеме. Но, скажу сразу, что многие, конечно, вот вы, большинство собравшихся, члены евангельской церкви, протестантской церкви, слава Богу за вас. Я понимаю, что, наверное, добрая половина этих тезисов, она, как бы, вам уже, ну, так сказать, не нужна. То есть, это не касается ваших церквей. И, хотя часть тезисов, она касается и, ну, в общем, в целом христианства, не только православных христиан. Поэтому, если вы член евангельской церкви, допустим, харизмат, 50-ник, баптист, адвитист, я не знаю, в какой вы динаминации, лютеранин принадлежите, допустим, то вы можете это приобрести для, и дать, или скачать с компьютера, с интернета на компьютер, и распечатать, и дать вашим друзьям православным. Я очень хочу, конечно, и очень хотел бы и сегодняшним вечером также проводить семинар, служение, проповедовать в православном храме вашего города Николаева, в каком-то из этих храмов, с удовольствием, я бы с большим удовольствием, даже, честно говоря, не в обиду будет сказано, с еще большим удовольствием проповедовал бы сегодня в каком-то соборе или храме вашего города. Но не пускают меня, братья, ни московский патриархат, ни киевский патриархат, считают, что многие священники, и не только николаевские, вообще многие священники традиционно считают, так, как я раньше считал в свое время, что реформа нам не нужна, что как есть, так уже есть. Знаете, как Дин Батюшин сказал, мы в Киеве общались, он традиционный священник, московский патриархат, и он сказал, нет, он киевский уже, патриархат, и он сказал такие слова, Что это все бельем доставать грязное? Оно уже приросло, уже принюхались за эти тысячелетия, уже все бельем поросло, и не надо его, ни в книгу это вонять не будет. Зачем это все поднимать? Но знаете ли, другие тоже мне говорили, зачем ссор из избы как бы порой выносить? Но я скажу, что если в избе, если в доме мусор оставлять и не выносить его, знаете ли, годами, просто-напросто дом будет большой помойкой. Во что превратилась наша динаминация, православная динаминация? В большую, огромную помойку. И пришло время эту помойку просто расчистить. Знаете ли, конечно, большинство христиан сегодня находят такое, ну, приемлемое такое решение, конечно, с этой помойки уходят и, в общем-то, либо создают новые какие-то квартиры, где, ну, почище и прочее, либо присоединяются к тем цеплям, которые вышли уже с этой помойки еще раньше, допустим, на 100 лет, на 200 лет, на 50 лет, на 10 лет, на 15 лет, и уже устроили какие-то квартиры почище. Это тоже хорошее решение, слава Богу. Но моя мечта, чтобы вот на этой основной большой помойке, чтобы была чистота. Ведь Бог хочет, чтобы церковь была омыта банию водную посредством слова. Церковь Иисуса Христа это не помойка. Это не, знаете ли, это не то место, куда можно сваливать все в кучу. Вы, те, кто из вас был вчера, позавчера, вот в эти дни, уже имейте представление о тех больших проблемах, которые стали плотью и кровью деноминации моей. Но, знаете ли, у меня был много раз соблазн снять Ариасу и присоединиться к какой-то уже тоже существующей протестантской церкви, чтобы не делать то, на чем я сейчас работаю. Знаете ли, чтобы не делать эту работу. Проще гораздо идти по пути там наименьшего как бы сопротивления. Но для меня это предательство. Потому как Бог призвал меня к этому служению, во-первых. И в третьем году Он дал подтверждение, об этом рассказывал как-то. Но, знаете ли, что интересно, что когда я несколько раз помыслил об этом, уже даже был готов принять решение уже, казалось бы, снять Ариасу и уйти с православия. У меня были соблазны стать баптистом, харизматом, пятидесятником. Вот эти три динаминации меня очень сильно волновали и волнуют до сих пор. У меня, друзья, есть хорошие пастыри, служители, ебископы и там, и там, и там. В этих структурах. Хотя они разные по теологии порой, но у меня очень сильно тяга есть к этим динаминациям. Особенно к пятидесятнику, к классическому пятидесятнику. Но, знаете, что интересно? Скажу, что каждый раз Бог давал знак какой-то. Один из знаков был такой необычный. Я просто, как будто бы случайно, имел возможность благовествовать одной женщине. Это было в Подмосковье. Я приехал в кассу предварительных продаж, билетов и занял очередь, и стоял в очереди. И эта женщина, она подошла ко мне сама. Но я уже видел, что эта женщина, она была вообще никакая. Лицо было, знаете, как будто с того света пришло. Она, оказывается, хотела убить себя. И она ждала там поезд, чтобы, значит, ну, как бы броситься уже под него. Жена офицер, как потом выяснилось. Но она увидела здесь батюшку и захотела пару слов сказать, ну, чтобы я простил ее, как бы благословил, и как бы о грехах своих сказать. Но по ходу разговора, знаете ли, она раскрылась и сказала всю правду, что она хотела убить себя. Есть разные самоубийцы. Есть те, которые говорят, что я там убью себя, но, как правило, такие ничего не делают. Вот. Но есть такие тихие, которые вот сами, конечно, самые опасные, которые все время это делают. Вот, значит, и вот это был тот случай, когда вот именно женщина просто, ну, чуть не как клещами вытягивала с ней информацию, что она вот именно хотела себя убить. И знаете, что интересно? Когда мы помолились, женщина была в большейшей депрессии вначале. После молитвы она прояснилась просто. И, знаете, сказала такие слова, что вот за эти годы впервые я хочу жить, говорит. Я хочу жить. И я потом возвращался домой, и перед тем, когда я ехал, думал, что я опять рясу одел. Думаю, да, зачем она мне эта ряса уже, как бы, Иисус же говорил вообще, остерегайтесь тех, которые любят длинных одеждах вообще. И, как бы, и зачем мне эти длинные одежды там, значит, там, и, как бы, надо проще жить. Вот. А потом возвращаюсь, автобусом, думаю, надо же. Думаю, вот, это было в 96-м или в 97-м году, не помню. А насчет того, думаю, вот, а если бы я был не в рясе, как бы, ведь женщина, она услышала слово, так, думаю, даже ради спасения одной души этой. Потом было наставление, я объяснял принципы какие-то евангельские, что-то подарил, там, у меня было что-то с собой, Новый Завет, там, объяснил, что найдите церковь, где любят Иисуса Христа. Самое главное, любите Иисуса и старайтесь дружить с теми, кто любит Иисуса Христа. Читайте Слово и старайтесь дружить с теми, неважно, какие вывески, вывески могут быть разные в церквях, но, чтобы они любили Слово Божье. И знаете ли, и, думаю, надо же, ради спасения даже одной души их был смысл, вот, именно, а Деватрия особенно. А потом был случай другой, и таких много-много было случаев, сейчас просто напомнилось это все, мне вспомнилось почему-то. Знаете, когда, значит, в Киеве, я в колледже, со студентами проводили мы евангелизацию, прямо возле станции метро, на вокзальной проводили, прямо возле выхода из метро, как вокзал уйдешь, проводили евангелизацию, буквально 2-3 песни коротких, и я брал микрофон, там колонка у нас с батарейками была, значит, с гитарами вышли два брата, значит, в рясах, и, ну, в подрясниках, в подрясниках, я в рясе был такой, брал микрофон, говорил слово коротко, буквально минут 5, приводил к покаянию людей, мазали всех елеем быстро и отпускали, это же вокзал, там, если там поток такой, короче, в течение дня там тысячи людей проходили через нас, мазали елеем их, они молитвы покаяния, некоторые, особенно те, которые не спешили, и которые хотели особо помолиться, или, чтобы за них помолились, они в стороне, чтобы отходили, и за них отдельно молились, и так целый день, с утра до вечера, и одна женщина, она покаялась, ее рассказ очень тронул, ну, всех, фактически, в нашей команде, нас было, может, человек, может, 15, или, ну, до 20, примерно, нас вышло на евангелизацию тогда, и все были очень тронуты, вот, и мы потом рассуждали, следующим днем, о том, что было, вот, на евангелизации, и все говорили, что их очень сильно коснулся этот пример, женщина тогда отрекалась, но конкретно где-то выходили, прямо там, прямо на вокзальной, представьте, значит, но, эта женщина, оказывается, она шла убивать себя, она шла убивать себя, у нее были в кармане таблетки, у нее был опыт неудачный, ее откачали врачи, она уже приготовила так, чтобы уже точно не откачали, значит, и туда уйти, чтобы не нашли ее сразу, вот, и она шла с метро, как раз, вот в ту сторону, где она хотела с собой покончить, чтобы там сразу не спохватиться, знаете ли, значит, это не то, что в квартире, и она шла с этими таблетками, и представляете, она была, оказывается, в депрессии уже много лет, эта женщина, но даже депрессивная женщина остановилась, знаете почему, ей было необычно, она увидела, а там наши уже братья уже разыгрались, уже там на гитарах, они там, аллилуйя, 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 слава Богу, аллилуйя, эй, эй, аллилуйя, и там уже, уже там уже, уже батюшки уже, в пляс, так, и так там, аллилуйя, Бога славя, народ собирается, знаете ли, цыгане не такой популярностью пользуются, как мы, и даже депрессивная женщина, она, знаете, не каждый раз увидишь батюшек пляшущих возле метро, как бы, и даже депрессивная женщина, идущая убивать себя уже, ну, как бы, ей терять пищу уже, конец уже, все ее жизни, как бы, ей стало интересно, интрига была в этом, оказывается, и она встала, как вкопанная, и слушала, и обратила, я тоже внимание, и брать обратили, она все, ревет, ревет, плачет, плачет, рыдает, вот, и не уходит, опять молится, молится с нами, и потом бесы из нее пошли, и она, дух самоубийства вышел из нее, знаете, дух убийцы, и, что интересно, вот, когда она бросала эти таблетки, отрекалась от этого духа, от смерти отрекалась, все заметили, даже люди, которые, ну, к нам просто пристали, просто рядом с нами стояли, что у нее глаза изменились вообще, она живая стала, знаете, не стеклянные какие-то, вот, а живые глаза, она кожа изменилась, то есть, она жила, женщина жила, вообще, благодать такая, и потом мы с братьями рассуждали, мы не часто так вот, как бы, значит, там танцуем в рясах, знаете ли, на улице, но думаю, но ради даже спасения одной души был смысл выйти и, значит, знаете ли, вот, и сделать то, что мы сделали, слава Иисусу, и я убежден, что церковь и православная церковь, именно христоцентричная, указывающая на Иисуса Христа, она способна совершить чудеса в этом мире, большие чудеса. А представьте, а если бы мы, даже потанцевав, указывали бы, сказала бы женщина, молись иконе Божией Матери, и молись Марии Матери Господа Иисуса Христа, Богородице, или молись какому-то святому, и что было бы, ничего не изменилось, потому что ни в ком ином нет спасения, друзья, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись только одно имя. Назовите его. Иисус Христос. Правильно. Иисус Христос. Ни в ком ином нет спасения. Так вот, друзья мои, проблема многобожия, я так умышленно, такое страшное слово взял для запоминания, эта проблема в основном в христианстве выражается в молитве разного рода посредникам Бога, дополнительным, помимо единственного и неповторимого посредника между Богом и всеми людьми Иисуса Христа, великого первосвященника Ходата и Нового Завета, нашего молитвенника, друзья мои, который уже 2000 лет, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, непрестанно молится о нас и не устает. Мы знаем, однажды время благодати закончится. Мы знаем, однажды эта благодать, она прекратится для этой благодати планеты. Мы знаем, что ужасное время наступит очень скоро. Мы знаем, что то, как бы, что индейцы майя не знали. Что фильм, помните, 2012, нашумевший, когда там такие катастрофы показали, это все вообще блекнет в сравнении с тем, что ожидает на самом деле нашу планету. Мы знаем из Библии, что земля и дела на ней сгорят, и будет погибель нечестивых человеков. Неводный потоп уже, все, это уже мы проходили, это уже пройденный этап. Нет, теперь другой потоп, огненный, и здесь никто не поможет, и ничто не поможет. Только Иисус Христос. Лучше вообще нам уйти с этой планеты, прежде чем это начнется. Поэтому лучше любить Иисуса Христа от всего сердца, ждать Его возвращения. И дух и невеста в последние дни будут говорить, гряди Господи Иисусе, возвращайся, Господь Иисус. И Иисус заберет тех христиан, что любят Его, жаждут Его. И на самом деле время после этого будет очень страшное. Но и те, кто останутся, и может и с присутствующим, кто останется после восхищения Церкви, у вас будет возможность, еще не все будет потеряно, еще пояс не уйдет до конца. Дух Святой уйдет, и как бы и не уйдет. Как было добре и неблагодать. Помните, Дух Святой тоже не действовал, но такими точечными ударами. И Дух Святой будет также наносить такие точечные удары по царству тьмы. И вы можете говорить о Христе, и будете говорить о Христе, даже палачам своим. Но Бог будет давать людям покаяние через вот этого как раз Духа Святого, так точечные удары Духа Святого. И люди будут открываться, некоторые, кого Бог еще даст возможность привести к покаянию нам. Слава Иисусу Христу. Да, время последнее, господа. И, конечно, Церковь, которая дезориентирована, она не способна исполнить великую миссию Иисуса, великое поручение Христа. И как в христианство пришла эта ересь? История. Семинар по истории христианства. Как мы сейчас рассмотрим постепенно. Я понимаю, что здесь не студенты одни собрались. Есть студенты, но в основном это люди очень разные. Кто-то интересовался историей, кто-то не интересовался историей. Поэтому я буду стараться проще говорить. Дай Боже, помоги Господь. Но некоторые фамилии я назову. Некоторые имена, некоторые даты назову. Вы старайтесь как-то фиксировать это у себя. Кстати, вот очень правильно делают те христиане, что берут с собой какие-то записочки, конспектики, тетрадочки. Я, извиняюсь, сразу не предупредил, но студентов это само собой касается. Они уже это знают и так. Но в основном здесь есть студенты, конечно. И мой совет даже на завтра, допустим, на все эти дни, предстоящие нам, у нас еще больше недели времени, и будет много интересного. На каждый вечер приготовлена как-то определенная тема, которая будет цеплять нас. И старайтесь каждый раз что-то фиксировать. Какие-то, допустим, даты. И старайтесь иметь поля. Это не просто школьная прихоть, это необходимость для нас, христиан. Потому что какие-то вопросы у вас будут возникать, какие-то у вас будут дополнительные мысли появляться. И вы их на полях фиксируете обязательно. Это для удобства. И старайтесь запоминать. Потом по конспекту проверяйте. И запись, слава богу, за братьев, делающих записи, я тоже делаю запись контрольную. Так вот. И это все вы можете потом на дисках просмотреть. И дать вашим друзьям. Я очень надеюсь на то, что не только собравшиеся здесь, собирающиеся каждый вечер здесь, но и тысячи и тысячи других людей. Десятки тысяч людей. Здесь, жители Николаева, получат освобождение от очень многих неправильных вещей. от многих предрассудков, суеверий, колдовства, многобожия, велоплодонства, антисемитизма и прочих проклятий. Так вот, друзья мои. Первых 300 лет, когда наших с вами братьев, сестер гнали, христианская церковь жестоко была преследуема. В первых 300 лет. Чаще всего. Так вот, в это время в христианстве не было молитв кому бы то ни было, помимо Господа. Запомните это. Первых 300 лет не было молитв, христиане не молились никому. То есть никому из христиан в голову не приходило молиться, допустим, Матери Иисуса Христа, допустим, другим умершим святым апостолам, допустим, пророкам, ангелам. Хотя искушения были. Искушения сто процентов. И даже в Новом Завете мы это видим. Вы посмотрите на книгу Откровений. Вы увидите потрясающую картину. Даже в последней главе. Вы увидите, что Иоанн имел искушение. Не то, чтобы седина в бороду без ребро ему. Знаете ли? Но он имел очень серьезное искушение. Искушение поклониться пред ангелом. В первом разе. А второй раз слово ему, а или ангелу, в разных переводах по-разному, стоит курсивом. В оригинале этого слова нет вообще. Второй раз уже на те же грабли не наступил Иоанн. Но он хотел посредством ангела уже, пока не тех, что видно, поклониться Богу. Через ангела. Но и это ангел не допустил. Потому что с ним беседовал нормальный ангел. Если бы был его собеседником ангел падший, который пришел бы в виде ангела света. В таком маскировочном, знаете ли, костюме. Тогда бы тот падший сказал бы, о, конечно, Иоанн, молодец. Наконец-то ты понял все, как правильно делать. Молодец, поклоняйся и далее. Но тот ангел, у которого все нормально было с Богом, он не допустил этого. И слава Богу, что была милость Божья к Иоанну. Мы можем судить Иоанна, конечно, но лучше не делать этого. Лучше не спешить судить Иоанна. А здесь повод, я думаю, Дух Святой записал это не для того, чтобы мы судили Иоанна сейчас. Не для того, чтобы мы говорили, о, Иоанн, ну так хорошо начал, за здравие начал, за упокой закончил, как Боже. Ну, не для этого, но для нашего рассуждения. Ведь Иоанн, вспомним его сегодня. Он был один из двенадцати. Он был близок к Иисусу. Иисус очень любил его. Мы знаем, что он был на груди спасителя. На тайный вечер, он был самым близким человеком, да, к нему. Возле креста Иоанн стоял. Вот, кстати, есть вопрос по ходу, я так отвечаю. Один из вопросов, вчерашних еще вопросов. Что значит, что ученику сказал как раз, значит, Иисус на кресте, прямо на кресте, что это Матерь Твоя, указывай на Марию, да. А Мария говорит, это Сын Твой. То есть, мама стояла, да, Иисуса Христа, Мария, и Иоанн стоял. Кстати, почему это сделал Иисус, да? Он позаботился о своей матери. А почему братья и сестры Иисуса Христа, почему им он не доверил? Потому что написано, что они не верили в Него. Это были неверующие. Да, они были родными братьями и сестрами Иисуса Христа. Мы знаем, семья была большая, но по тем временам не самая большая, далеко не самая большая. Знаете ли, у меня шестеро детей, и порой кажется, ну, что это многодетная большая семья мне. Но когда я бываю, значит, в тех общинах, в тех семьях, где много детей по-настоящему, я чувствую себя таким, на тебя, ну, довольно скромным отцом таким. Я, допустим, в Пенсильвании был у Амиши в гостях, и у Медонидов в гостях, в их семьях, в их общинах бывал. И, знаете ли, там, ну, моего возраста, допустим, тоже там, ну, 40 лет, чуть больше, за 40 лет уже по 10 детей, у некоторых уже по 15 детей. От одной женщины, от одной жены. Вот, вот, я, а спросили, а, все, говорю, секс. Я так скромно, знаете, так, мне, как бы, мне, вроде, как бы, даже неудобно. Я, как бы, так, почувствовал себя, так, ну, как бы, ну, не то, что не полноценно, но как-то, ну, они, они пошалили меня, посмотрели, ну, так, ну, как, брат, ну, как бы, у тебя проблемы, понятно, но, как бы, как на Мирского посмотрели, знаете ли. Вот, ну, в общем-то, ну, и они здоровые, знаете ли, там, как бы, и рожают, и, значит, и работают, значит, и вообще. Я удивился, вот это американки, я понимаю, вот это, да, здоровые такие женщины, да, в американских селениях. И коня остановят, комбойского, там, да, значит, в горящую, там, ферму войдет, и прочее. Значит, и, ну, ну, мы тоже не лыкомшиты, конечно. Я, значит, в Сибири бывал, там, на Дальнем Востоке, у староверов, у старобрянцев, значит, тоже, там, по 10 детей, там, у Баптиста бывал, там, тоже по 10 детей. Вот, как бы, у нас тоже в порохобницах есть, знаете ли, вот, значит, мне тоже не лыкомшиты. Но, значит, ну, конечно, иметь много детей, это хорошо, благословение, но, знаете ли, к сожалению, в семье Иисуса не было все так гладко. Знаете ли, искушения у любого служителя есть, и даже у нашего Господа были искушения. Мы знаем это, не раз его враг искушал, да, и в пустыне искушал его, и потом через людей, даже через близких людей, через Петра, и через даже его семью, в своем родном городе Иисус даже не смог сделать никаких чудес. Как? Да, сам Иисус. И он не смог ничего сделать, он даже удивлялся их неверью. И его родственники пришли, там, братья, сестры, чтобы забрать его, потому что они даже не вошли в собрание. В дом сам не вошли, в собрание не вошли, потому что они думали, что он вышел из себя. Ну, знаете, божевинный, сумасшедший. И говорили фарисеи, в нем бес. Ну, как бы это касательно ответа на вопрос, почему именно Иоанн он верил. Бывает, что, знаете ли, родной по крови человек не такой близкий, как его родной по духу. И Иоанн, он был не родной по крови Марии, но он был верующий человек. Он был верный, и Иисус мог ему смело доверить свою маму. И это было, я считаю, очень правильным поступком, который нам показывает правильное отношение именно к своим повериям. Очень правильное отношение, мудрое. Да, друзья мои, и христиане, я подчеркиваю, первых 300 лет гонений не молились никому помимо Господа Бога. То есть, так как верили апостолы, так верили и их 300 лет. Хотя искушения, я подчеркиваю, были искушения. И не только у Иоанна. Иоанн был близок к Иисусу. Иоанн был, когда, вернувшись опять скажу к откровению, когда он писал апокалипсис, сколько было ему лет? Некоторые считают, что ему было за 90 аж. Что он был уже старцем. Хорошо, представьте себе, всю жизнь он был верующим человеком, он был апостолом. И он написал это, не будучи на пенсии, знаете ли, где-то в Думе пенсионеров. Нет, он был в ссылке на острове Патмос. Есть предположение, что он был в трудах, он был не просто в ссылке, знаете, как Ленин в Шушенском, там, да, вот, жил. Именно работал, несмотря на свой возраст. То есть, ему доверяли, давали работу физическую. То есть, это была не просто высылка, знаете ли, это была работа, внедрительная работа. Так вот, и будучи в таком состоянии, за веру во Христа гонимом, да, он искусил, и видев Иисуса уже в виде, да, откровение получил. И однако же, он имел такие искушения. Это о чем говорит? Что никто из нас не застрахован от того, чтобы враг не искушает нас. Любого человека, если даже всю жизнь ты пропахал на Царстве Божьем, ты можешь иметь искушение. Даже в конце, даже когда уже финишная черта будет, вот, перед тобой уже, и искушение могут тебя поджидать. Как Иоанна поджидали искушение. И среди христиан, я вспоминал, помните, я вспоминал, те, кто был на прошлых этих, моих, в начале семинара. Я вспоминал, что, какие искушения у Пятидесятников, да, в частности, у одного из епископов Пятидесятнического братства белорусского, который имел, как бы, из, от одной сестры Пятидесятница имел искушение, что она сказала, что умершие братья передавали с того света бесточку. И они сказали такие факты, эти духи, вот, этой сестре, которая себя считала пророчицей, вероятно, она была пророчицей, просто имела тоже искушение очень серьезное в своей жизни. И она доверилась этому духу. Я лично с этой женщиной разговаривал просто, поэтому я говорю не то, что слышал от кого-то, а лично, от епископа не слышал, правда, но от пресвитеров слышал, и от нее лично слышал это. Что у нее откровение очень глубоко сидит. Она говорит, что я очень уважаю православных церковных, но, говорит, скажу, что за упаковку молиться не стоит за всех подряд, но за некоторых, которые дают откровение с того света, стоит молиться, и даже надо молиться. И якобы епископ ее, белорусский старший, епископ Пятидесятнического союза, благословил ее, но не на публике, не на людях, но среди своих, и один на один с Богом молиться за эти души умерших. То есть, и сегодня искушение поджидают христиан. Один Пятидесятнический епископ европейский, по-моему, германский был епископ союза, как раз в свободах Пятидесятнической церкви Германии. Если не ошибаюсь сейчас я, возможно, это был не германский епископ, но на территории Германии это было, по крайней мере. Я проповедовал много, одно время часто в Германии проповедовал, учил там, преподавал. И, что интересно, этот епископ союза, именно Пятидесятнического союза, имел искушение от Марии. Он видел Матери Иисуса Христа, считал Мадонну, Меджигория, он был в месте католического поклонения, и ему явилась Мария. И он имел с ней опыт, сеанс спиритический. Она говорила ему нечто, и он принял, и он согласился с католиками молиться Марии, потому что он сам видел Марию и имел опыт общения с ней, с умершей. Представляете? Это в наши дни, это не то, чтобы когда-то там. Это в наши дни. То есть враг и сегодня искушает очень многих христиан. И я думаю, что мы вступаем в такой период времени исторического, когда спиритизм будет, наверное, одним из самых главных искушений вообще человечества. И оккультизм будет именно, как никогда раньше в истории мировой, они даже оккультисты всех стран сегодня чуть не визжат от того, что эра Бодолея началась, или началась там, и прочее. И искушение, по всей вероятности, будет гораздо больше, чем в прошлом столетии. И духовный мир открывается с черного хода сегодня многим и многим душам. Но есть по-настоящему лишь один законный вход в Божий мир. Не с черного хода, а законный вход в Царство Божье. Это сам Иисус Христос. Он есть дверь, открытая самим Богом Отцом. И всякий, кто войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Слава Богу, друзья мои. Господа, я скажу, что не только первых 300 лет гонений, но и на протяжении всего 4-го столетия, когда уже тысячи храмов были построены христианских, в них проходило богослужение. Целых 100 лет еще на протяжении 4-го столетия. С 313-го года и там до 400, там, начало уже 5-го столетия. Проходили службы, люди молились в этих храмах, но молились кому? Молились только лишь Богу. Никому и в голову не приходило молиться, кому-то еще на стороне, помимо Господа, Бога всемогущего. То есть вероучительно христианство оставалось на библейских позициях. В 4-м столетии. Но в конце 4-го века, начало 5-го века, да, так можете обозначить, конец 4-го, начало 5-го столетия, искушения пришли в жизнь церкви. Через монашество пришли искушения. Из Африки появились такие ереси. Это северо-восточная Африка, Сомали, нынешняя Эфиопия, вот в этом регионе, в Египте, конечно, тоже. Вот в этих странах проживали некоторые монахи, которые... Монашество, оно в это время как раз зарождалось, оно вышло из гнастицизма. Это мистическое такое учение. Я проще постараюсь объяснить, что гнастицизм это лжеучение, смысл которого в том, что видимый мир это зло, невидимое добро, благо, как бы. Гнастицизм это ересь. И гностики учили, что якобы физический мир создал дьявол. А духовный мир создал Бог. Но на самом деле Бог создал весь мир, видимый и невидимый мир. И много других ересей было у гностиков. Гностики, кроме строгого вегетарианства, практиковали именно самоубийство, медленное самоубийство, самоумерождение плоти. Они считали супружеские отношения, вообще сексуальные отношения грехом уже изначально. Потом считали, что идеи главные, именно самоубийство, медленное, растянутое. Спали на год на земле, допустим, ели что попало и очень мало. И одевались как попало, не мылись никогда, ногти не стригли, вели такой образ жизни страшный, конечно. И надевали на себя всевозможные тяжести и крючки и прочее. То есть издевались над своим телом, чтобы постепенно его уничтожить. И это считало заслугой. Женщины, они были женоненавистниками вообще-то в целом, гностики. И исключая из своего общества, по сути, женщин. И считая, что женщина не может быть человеком, а только лишь другом как бы человеком. Ужасно, да? Чьи же они дети тогда после этого? Да, сказал он по-русски, да ладно. Скажу, что вот эти гностики, они переродились, трансформация была шла определенная. Они переродились в монашество. Уже христианское как бы, знаете, христианское, в кавычках. Они назывались христианами, но хрена ятька не слаще, скажем так. Это одного поля ягодка просто под другим соусом это все блюдо подавалось. А в принципе это то же самое было. Только уже с христианскими терминами определенными. Уже под христианским соусом таким подавалось это блюдо. И в целом монашеское движение, явление монашества как таковое, это не христианство, а в христианстве. Имплантант такой, знаете ли, который был внедрен врагом рода человеческого в тело Иисуса Христа. И до сих пор там находится в теле Господнем. Я не то чтобы говорю, что все монахи не спасаются. Нет. Среди монахов я и знал, и знаю очень много разных людей. И скажу, что среди них есть разные очень люди, есть и герои веры на самом деле. Но если брать не частности, а брать именно в целом, в общем, это движение, оно реакционно. И оно антихристианское по своей сути самой. И этому я могу много найти подтверждений и дать вам, но по порядочку. Да, и еще, кстати, гнастицизм в древности, когда еще не назывался христианским монашеством, а откровенно оккультным учением, он был, конечно же, несмотря на споры между школами разными, гнастицизмическими, знаете ли, их объединяли некоторые вещи. Вот, я уже назвал некоторые излучения. Но также их объединяло что еще? Антисметизм. Жуткий антисметизм. Потому что само жизнелюбие евреев настолько раздражало гностиков, что они объявляли Бога Ветхого Завета дьяволом. И, в общем-то, отказывались даже дискутировать с евреями, и их объединяла ненависть к еврейскому народу. И еще, что объединяло их? Спиритизм. Потому что Бог евреев запрещал евреям и всем боящимся Бога спиритические опыты. Он запрещал и запрещает Библию спиритизм. Но для гностиков это было как раз их поле деятельности. Это было нормой. Это считалось духовным и правильным, положительным духовным опытом. Общение с умершими. И вот монашество, зародившееся в четвертом столетии в Африке, родина монашества Африка, северо-восток Африки, именно в монашестве появились эти учения о молитве возможной и даже нужной, якобы необходимой не только к Богу, но и ко многим другим посредникам. Помимо Иисуса Христа, якобы есть, по крайней мере, Мария, Матерь Иисуса Христа, и есть 12 апостолов, которые воссели уже как бы на престолах судить колено Израилева, и они уже являются ходатайами, посредниками к Богу. На чем основаны были их мнения эти? На спиритических опытах, на общениях с ангелами, на сновидениях и на видениях. Вот на этом. На своем мистическом опыте они основывались. Скажу, мало ли, что кому что приснится. И сегодня, если так истны в христианстве, что диву даешься. И сегодня порой у христиан такие откровения, что порой христой хоть патай. Знаете ли, как некоторые христиане шутят, что дивны дела твои, Господи, но дела детей твоих еще чуть-чуть дней. И, конечно, разные есть, понимаете ли, как, допустим, в Киеве у пастора Генри Мадаба, значит, церковь Паремога. Там классический пример, там вся церковь просто угорала. Генри не сказал имя брата этого, но сказал, что у нас в церкви такое было происшествие. Один брат на молитве, бросавте себе, получил откровение. Молодой, только еще умер вовший, но подошел к одной сестре и говорит, вот мне Бог сказал, прямо сейчас только что, что ты будешь моей женой. Она в шоке. Говорит, да я сейчас только мужа своего спрошу, говорит, вначале. Ну, потом брат не расстрелялся, пошел к Богу, ну, как бы, уяснили отношение Господь в чем дело. Ты не сказал мне, что она... Бог извинился, сказал, что извини. Я не все тебе рассказал, правда. Она, да, она замужем. Но, говорит, якобы ее брак, это не от Бога вообще. А вот с тобой это будет уже... Вот, от Бога точно. Откровение номер два понравилось этому брату еще больше. И как курица с яйцом уносился с ним долгое время, значит, пока наконец-то его не раскололи. Вычислили, брат что-то сохнет и все, что-то он как-то молится, как-то странно вообще. Какой-то опыт у него какой-то свой. Знаете ли, он пригрел змеюку у себя на сердце, а потом взял и рассказал там служителям, все за голову схватились, да ты что, вот вообще, ты вообще, ну, ты в церковь же ходишь евангельскую, слушаешь проповеди, там вообще, ну, ты хоть во что-то вникаешь из того, что говорится, или вот сам на своей волне только находишься и все. Притом вроде нормальный человек, психический вроде. Ну, значит, ну, что интересно, потом он таки уже у Генри, пастора, на ковре, что называется, в кабинете уже окончательно отрекался, как бы и, значит, все. Вот, понимаете ли, ну, глупое, может быть, откровение, но для человека было очень любое такое и милое откровение. Много разных откровений есть у людей, и у каждого из нас могут быть свои какие-то переживания, там, с Богом или неизвестно с кем, но скажу, что какие бы ни были наши откровения, сверхъестественные, это, конечно, ну, как бы, может быть, даже и хорошо где-то, а может, и не хорошо. Как же нам провериться? Нужно протестировать себя, верили мы. Очень важно, Бог, истинный Дух Святой, он не будет обижаться, в позу становиться, значит, после того, как ты будешь проверять Духа Святого. Ни в коем разе. Он, наоборот, тебя очень сильно Бог зауважает после этого и скажет, да, ты действительно умный человек, того и хорошо иметь дело. Ты будешь проверять откровение свою по слову. Но если ты, значит, будешь всякому Духу верить, то ты попадешь на крючок врага. Так попали с ним монахи. Монахи вообще, выйдя из пиритизма, они, как бы, уже само собой были в этом заблуждение, но они совратили многих христиан, африканцев, эти чернокожие братья, поверили этим монахам и их откровениям, к сожалению. Это было в самом конце четвертого столетия. Начало уже пятого столетия. В конце четвертого века эти африканские туристы, гости, паломники, как назвать их, не знаю правильно, они пытались совращать свою веру неправильную киприотов. И, слава Богу, на Кипре они встретили достойный отпор. Епифаний Кипрский, архиепископ, я его вспоминал уже в пизод, он дал достойный ответ этим африканским гостям. Он сказал следующее по поводу Марии, Матери Иисуса Христа, что Ее, говорит, должно уважать, но никто не должен молиться ей. И, кстати, сам Епифаний Кипрский, он святой официально в православной санкт-католической традиции. Ему молятся сегодня миллионы православных и католических христиан. Знаете ли, но виноват ли в этом санкт-католике? Нет, конечно, потому что это все, ну, как бы, уже позднее, средневековое представление, ересь, заблуждение. Епифаний Кипрский, кстати, он не только дал достойный отпор этим еретикам, но и сказал служителям этого острова христианским, чтобы они гнали в шею этих горе-миссионеров, горе-проповедников из своих церквей, чтобы не пускали на порог их храмов, чтобы они не совращали христиан этими рассказами. Потому что эти африканские гости рассказывали свои откровения какие. Одному снился сон, другому виделось видение, третьему там, значит, там явился умерший, явился там, или ангел. Вот, и на этом они были основаны, все их откровения. До сих пор, уже 21-го столетия, ничего нового. Все вот эти учения о многобожии, в принципе, они все основаны на спиритизме, и на откровении ангелов, и на откровении во сне, которое люди получали, и до сих пор получают порой. Подтверждение, как бы. На своем личном опыте строится. На Слове Божьем нет никаких абсолютно оснований. Хотя, впоследствии, конечно, по умнев, еретики стали использовать местописания, некоторые вырванные из контекстов, чтобы объяснить, как бы, подать христианам в более приемлемой форме вот эти свои откровения. Но изначально они строили лишь на своих субъективных ощущениях, откровениях и прочее. Поэтому церковь их не восприняла изначально. В конце 4-го столетия церковь их не приняла. Иерархия, Великий Каппадокийцы, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл Иерусалимский, все давали им яркий отпор этой ереси. И, в общем-то, слава Богу, церковь выстояла против этих ересей. Но прошло еще лет 30, и эта ересь, она о себе вновь заявила. И очень серьезно. Это было начало 5-го столетия. Запомним, 431 год. 431 год. Запомним город Эфес. Помните послание к Ефесянам, апостол Павла. Помните послание к Ефесянам Иисуса Христа, книги откровений, послание к церкви Эфесской, ангелу Эфесской церкви, скажи так. Так вот, Эфес, вспомним книгу деяний, когда в Эфесе было пробуждение духовное. Но Эфес был известен не только пробуждениями своими, даже он был больше известен, чем оккультизмом своим. Город Эфес имел главной святыни своей в древности, храм Артемиды Эфесской. Этот храм Богородицы Артемиды, вечной девственницы, родившей, оставшейся девственницей, и он имел поклонение. Конечно, этот храм и сама богиня была очень почитаема. Люди съезжались отовсюду, поклонялись Артемиде, и из Африки в том числе. Так вот, именно Эфес был избран городом, где проходил Третий Вселенский Собор. На Третьем Соборе вся беда и произошла это. Многобожие, к сожалению, было принято. Именно на Третьем Вселенском Соборе, по сути. Хотя было не все так просто. На самом деле было два собора третьих. Один был 22 июня, другой был 26 июня. Вот и вся разница. Но это было все в июне 431 года. Спор был главным между двумя школами тогдашними, основными. Это Александрийская школа богословия, запомните, и Антиохийская школа богословия. Антиохийцы строили свое учение на Писании. Знаменитая соло-скриптура, это не Лютер придумал, это знаменитый антиохийский девиз. Антиохийская школа богословия, только Писание. А также принцип Библии объясняет саму Библию. Это тоже принцип антиохийской школы богословия. Ну, частично и, конечно же, Иерусалимской школы. Но Александрийцы пренебрегали Писаниями. Они считали, что свой личный опыт ставить надо выше, по сути, Писания. Антиохийцы, они настаивали на, не исключая, конечно, и другие системы толкования, но настаивали на важности первого, буквального понимания текста Писания. А все остальные уже через эту призму понимать тексты, другие символы. Но, значит, Александрийцы настаивали на символизме, в первую очередь, избегая прямого понимания текста Писания. Спор разворился нешуточный. Антиохийцы были однозначно против культа нового, тогда зарождавшегося культа Богородицы и других умерших святых и ангелов, якобы как посредник Богу. Александрийцы, африканцы, они, конечно же, были за этот пульт, за то, чтобы церковь модернизировалась вот в таком русле, двигалась отныне. Антиохийцы, в общем-то, резонно замечали, для чего христианству меняться. Вот вероучительно. 400 лет уже существует церковь, и на протяжении 400-летий ничего такого не было в христианстве. Но африканцы настаивали на том, что мы должны расти, мы должны разливаться как церковь, модернизироваться, хотя другое там слово было употребляемо, но принцип тот же самый, модернизация. Обновление не в смысле возвращения к корням, а возрастания церкви. Что есть дополнительные откровения, новые откровения, и не следует зацикливаться на букве Писания, а дух открывает нам нечто большее сегодня. И спор был принципиальный, конечно. Кирилл, патриарх африканский, александрийский, понимал, конечно, что с Библией в руках, так как было на первых двух соборов вселенских, он даже в пятиминутке простоит. Его просто-просто на смех поднимут, потому что все его аргументы были не библейского происхождения, абсолютно. Он не мог сослаться на Писание, ну, лишь передергивая некоторые, допустим, моменты из Писания, но ни в коем разе не на буквальном понимании Писания. Потом, он не имел исторического никакого, конечно, оправдания, потому что первых четырестоветия тогда христианство не знало ничего такого. Ему приходилось, как бы, говорить о новом, как бы, христианстве, о христианстве уже нового формата, как бы. Поэтому он пустился на хитрость. Во-первых, он имел преступный сговор с самим императором. Путем подкупа, обмана он имел доступ к самому государю-императору и имел преступный уже сговор с ним. Тем более, что существовал политический заказ, определенный уже, к тому времени уже оформившийся заказ, на смешание христианства с язычеством. И момент был, как никогда, в общем-то, такой подходящий. А во-вторых, этот прайдоха африканский, кстати, Кирилла, патриарха, даже неверующий историк, и просто в шоке от его биографии. Это был, ну, как бы, человек негодный, даже вот по светским таким, мирским понятиям. И человек, который ради карьеры, ради вот того же своей цели, любыми средствами пользовался, абсолютно любыми. Так вот, и Кирилл, он понимал, что... Не глупый был человек по всередности, конечно же. Он понимал, что он не сможет нормально провести собор, быть участником нормального Вселенского Собора. Потому что первых два Вселенского Собора, которые были в четвером столетии, они проводились по такому сценарию. Выслушивались все стороны, потом было рассуждение, были дебаты, и было рассуждение вообще такое, да? И потом выносились решения. Он понимал, что он будет просто в проигрыше. Поэтому он приехал раньше, он взял делегацию побольше с собой. Кроме оговоренных лиц, приехали с ним очень многие. Для массовки. То есть все заранее было спланировано. Приехал пораньше, чем все могли приехать, собраться. Раньше всех участников других. И своими силами, не дождавшись никого, специально, собрал собор и провел заседание. Представьте себе. Как бы... Ну да, его, правда, поддержал местный, эфесский митрополит Мемном. А в общем-то, все остальные это были черные братья. Это были африканцы. И он провел, Кирилл, провел этот собор самостоятельно. 22 июня. Легко запомнить, да? Фашистская Германия напала на СССР. 22 июня. Запомнили. 26 июня, вообще 25 даже июня. Приезжают антиохийцы с Александрии... Ой, извиняюсь. С Иерусалима, с Антиохии, с Константинополя. Приезжают патриархи, приезжают митрополиты, епископы, богословские школы эти приезжают к оговоренному, да, месту. Приезжают. И они, представьте себе, видят такое, ну, просто беспредел такой виден. Хулиганство настоящее. Им рассказывают, африканцы, что, братья, извините, но мы бы пораньше приехали, и мы уже сами, своими силами уж, не дождавшись вас, никак, мы сами собрали собор, провели его, порассуждали, и уже приняли. И вот уже только вот подпишитесь. Подпишите, ну, для, как бы, для правильности, да. И давайте, ну, банкет-куршет, и расстанемся с друзьями. Патриархи, митрополиты, епископы, которые приехали с разных стран, были просто в шоке. Это был откровенный беспредел. Знаете ли, захватить, просто это, ну, как бы, это... Тем более, даже бегло ознакомившись с решениями этих африканцев, знаете ли, не знали эти епископы, митрополиты, патриархи, что им плакать или смеяться вообще. Представьте себе, даже сейчас, в 21-м столетии, читая материалы Собора 22 июня, нельзя их читать спокойно. Ну, просто, ну, знаете, как бы, и порой и смешно, и грешно, и плакать хочется, и смеяться порой. Вот читая сейчас даже, а тогда уж, сейчас, когда уже это стало традицией, молиться многим посредникам, это еще, вы понимаете, даже сейчас смешным, но тогда это было вообще просто шоком, просто стрессом, шоком. Потому что в решении 22 июня значилось, ну, формально спор был о природе Христа. Это было поводом для собрания, формально. Но реально все шло, весь сырбор шел в основном вокруг того, что молиться или не молиться кому-то еще помимо Господа, помимо Иисуса Христа. И, в общем-то, и те, и другие были согласны, что Иисус, да, Бог и человек, но, может быть, разные термины употребляли, но разные слова говорили, но в основном спор шел именно вот по этому принципу. И африканцы приняли решение, что мол, да, молились, вот уже 4 столетия молились мы только лишь Богу, но теперь пришло вот такое новое время, пришло откровение, что мол, молиться можно и его матери, как ближайшему человеку, самому к Иисусу в земной жизни, и его друзьям-апостолам. Интересно. На чем они основывались? В материалах собора значатся видения, сновидения, спиритические опыты, ангелы, значит, но самое, вот на мой взгляд, просто ужасное выступление было местного, даже не африканцы так опозорились. Больше всего опозорился, считаю, сам местный, митрополит Лемном. Я не знаю, покаялся вам перед смертью за свои эти вот просто слова. Представьте себе, митрополит, христианский служитель говорит следующее. У него большая речь. Он, кстати, деяния соборов на русском языке фактически не достать. Даже священники. Фактически мало кто, я знаю много священников, но мало кто имел возможность изучать деяния соборов по протоколу. Потому что единственное издание было лишь в конце 19-го столетия, подписное издание. Сейчас это лишь штучные экземпляры. Я имел возможность работать в библиотеке Ленина некоторое время. Потом в Подмосковье, в хранилище, в Химках. И также, как подписное издание, я имел возможность изучать материалы некоторые. Хотя цензурный перевод был сделан в конце 19-го столетия. С тех пор не переиздавалось. Но на английском языке есть бесцензурное, во-первых, издание. Во-вторых, свежее издание. Ну, относительно свежее. Лет 20 прошло. И многотомное издание. На английском языке есть, на греческом есть полная версия. И на английском есть. Поэтому у меня ссылки на дореволюционное издание в моих лекциях есть. И на английское, современное издание, бесцензурное. Которое еще больше раскрывает глубину вот этого всего аморальности этого собора 22-го июня. Так вот, Кирилл, извиняюсь, Мемнон, митрополит Эфесский. Запомните его, да? Похоже на Мамнона, Мемнон. Так вот, он сказал следующее. В его выступлении была главная идея спасает, потому что через 20 лет была нужда собрать новый собор. Уже четвертый по счету, потому что у нас просто времени нет. Но скажу, что это был огромнейший кризис. В Халкидоне был собран собор, который предполагалось исцелить эту церковную рану. Примирит, как бы, и несет, как бы, порядок в церковь, в доктрины. Ха, друзья мои, этот собор, он лишь подлин масла в огонь. Ничего не решил. Абсолютно. Даже еще хуже сделал. Честно говорю, еще хуже. Если собор Третий Вселенский, он, как бы, разделился, да, во мнениях, то на Четвертом соборе просто-напросто те, которые могли бы сказать Слово Божье, их не допустили. Иных уж нет, и те далече. Знаете ли, армянские писки вообще не успели прийти, они хотели сказать Слово Божье, у них было послание, они хотели говорить из Библии, они не могли, честно, физически быть там. И собрались, в основном, опять-таки, африканцы, и этот собор Четвертый в Халкидоне, он легализовал не только многобожие, он легализовал оккультизм христианства. Завтра буду говорить об этом, это очень мрачная история, честно говоря, одна из страниц, в которых даже касаться, и то, ну, неприятные ощущения, даже таких тем касаться, но надо нам это сделать. Как будущим, допустим, врачам, надо идти в такие не очень хорошие места, да, где морг, да, допустим, трупы лежат, и вскрывать, и смотреть что-то. Не ради интереса просто любопытства праздновать, да, а ради того, чтобы они увидели, как болезнь проистекает, и для того, чтобы они научились помочь, помогать живым людям не погибнуть. И мы должны порой в церквях, на семинарах подобных, вскрывать некоторые трупы, вскрывать некоторые такие факты очень неприглядные. Для чего? Не чтобы судить, не дай Боже, умерших или живых. Мы не судьи, если мы христиане, то мы свидетели Бога, но не судьи, ни Бога, ни человека. Бог лишь над живыми и мертвыми судья, но не мы люди. Мы не можем приговоры произносить ни над кем, абсолютно. В идеале, если ты христианин, то ты не судья, ты свидетель Его. Ты на самом деле верующий, человек, если ты говори о Нем, свидетельствуй о Нем, о Боге, о Спасителе Иисусе Христе. Я сейчас не имею в виду тех лжесвидетелей, которые называются свидетелями Иеговы. Я их называю лжесвидетелями, потому что их доктрина, их учения ужасны. Хотя и в их обществе находятся порядочные люди некоторые, которые любят Бога по-своему. Но я уверен, что эти души Бог выведет на свободу из опасной очень сепки. Но знаете что, друзья мои, христиане, те, кто действительно верят в Иисуса как в Христа, как в Господа своего, спасителя своего, знаете ли, сегодня, вот изучая эту тему, пусть проникнутся именно желанием самим быть, во-первых, в свободе, а во-вторых, нести свободу другим людям. Потому как осуждением мы мало можем чем помочь. Сегодня, ну скажу так, по совести, даже так вот приблизительно, примерно три четверти вот всех христиан на нашем планете можно смело назвать многобожниками сегодня. Примерно три четверти. Миллиард католиков и сотни миллионов православных, однозначно, и частично протестантов. Хотя в целом протестантизм, слава Богу, свободен от этого. Хотя, тоже есть очень серьезные проблемы порой. Но чаще всего в протестантском мире это очень выгодно, отличая от других динаминаций, именно протестантской церкви в целом. Именно нет этого многобожия, и слава Богу, вам оно не надо. Наоборот, молитесь за тех христиан, которые находятся в обольщении сегодня. Молитесь за тех, кто сегодня на самом деле находится в этих узах греха, оковах сатаны. Яр был в числе этих людей. Я тоже закончил таким свидетельством. Я тоже молился многим посредникам. Молился Серафиму Саровскому, молился Сергию Радонежскому, ну, конечно же, Богородице. Молился другим многим умершим святым и ангелам. И моя жизнь была, знаете ли, кому я только не молился. Но в 96-м году, когда Божье Слово вернулось на и судьбу, знаете ли, я прозрел, духовно прозрел. Это было как будто бы в фильме «Матрица» первая часть. Знаете, когда люди просыпались и выходили из этих коконов. Я вышел из этого религиозного кокона и ужаснулся. Реальность была другая. Не как я представлял ее в своей скорлупе, знаете ли, религиозной. Реальность была другая. Реальность была в том, что лишь в Иисусе Христе спасение. А я было думал, а я было верил. Но я неправильно думал, я неправильно верил. Теперь я правильно верю. Почему я так думаю? Потому что я верю тому, что написано. Я верю тому, что Бог сказал. И в 96-м году я сказал Богу такие слова. Говорю, Господь, безопаснее доверять Твоему Слову. Безопаснее доверять тому, что Ты сказал. Друзья мои, у меня мечта, чтобы тысячи моих коллег, священников, православных, епископов, неважно какой там юрисдикции, там московский, киевский, нариархатах, епископов, неважно какой еще направленности, чтобы прозрели так же. Может не все, но чтобы большинство прозрело. Некоторые, извиняюсь, некоторые прозревают уже. Некоторые идут на поправку, но еще лежат в этих лазаретах. Знаете, некоторые уже мучаются в своей душе. Видя и слыша дела беззаконные. Я общаюсь в Москве, в Киеве, в разных городах, с разными священниками. Разных убеждений и реакционных, и таких консервативных, и таких реформаторских. Один мне батюшик сказал, украинский. Я говорю, тоже реформатор, но не до такой же степени. Молодец. А другой в Москве сказал, что им там, когда епархиальное собрание было, там мощи привозили. Я говорю, тоже понимаю, что идут на поклонство, но я говорю, с фигой в кармане. Вот в кармане фигу сделал, и подлонился. Вот, а другой батюшка, уже пожилой при том, уже давно служит священником. Он, вернувшись домой, сказал, насколько я знаю, из уст его семейных, его близких людей, сказал, как некогда галерея у галереи, а все-таки она вертится. Знаете ли, как бы, его жена, кстати, в прошлом протестантская верующая, она, как бы, матушка такая еще, реформатор, рассказывала интересные вещи. То есть, как бы, разные люди есть, разные судьбы есть. То есть, сегодня, среди протестантских верующих есть отступники, которые становятся православными священниками даже, но они сами того не понимают, имеют миссию определенную. Бог их там использует, тем более, многие из них, они вкусили глаголы вечной жизни. Многие из них, они, я встречал таких, и на Алтае, и в Украине встречал, и на Дальнем Востоке встречал таких священников. Они были бактистами, были харизматами, писядниками. Ну, я знаю, может, 20, не меньше таких священников, вот так вот, по России, по Украине. Но, самое интересное, и многие из них, они пережили спасение, хотя нет этого и нет. Но, знаете, что интересно, они уже в своих структурах, они уже другие. Они, знаете, как божьи засланцы такие, Бог использует их, потому что они уже не могут говорить, не говорить о Христе Иисусе. Думаю, слава Богу. Чем больше будет говориться о Христе Иисусе, тем лучше. Некоторых священников встречал я, которые с протестантами не общаются, и не общались, и не были, и не привлекались, и прочее. Не замечены. Но, самое интересное, сейчас век информатики, некоторые из них смотрят CNN, TBN, значит, знаете ли, и слушают проповеди некоторые интересные, и каются. Один батюшка в Москве, в Московье, он, значит, возродился через тещу. Теща была методистка, знаете ли, и она методично зятька батюшку обрабатывала. Нет, не нужно было доставать, но вообще доставала вопросами. И он сказал мне эту батюшку, мы общались с ним, а я как раз в местной баптистской церкви проводил семинар, и молодежь мне говорит, местная баптистская, что батюшка, а у нас вот батюшка местный, он такой нормальный, продвинутый, он как бы о Христе говорит, он с нами общается об Иисусе. Я так, ну, верится с трудом, но посмотрим. И вот, значит, и познакомился, точно, слава Богу. И он мне рассказал, этот батюшка, что он в начале библии стал читать, знаете как, на зло тещи. Чтобы найти контраргументы, обложившись справочной литературой дополнительной, в частности, вот, православным, антисектантским, миссионерским путеводителем по Библии. Значит, и другими дополнительными изданиями. И знаете ли, что, вначале на зло, а потом на добро стал библию читать. Увлекся чтением, понимаете ли, увлекся так, что он в один момент пережил встречу с автором этих прекрасных писаний. И он пережил покаяние. Не то, что покаяние называют многие тысячи священников православных, порой, и не только священников, миллионы их посомок, ослепленных многовековой ложной религиозной пропагандой. Покаяние называют то, что покаянием не является, а лишь частью покаяния, раскаянием. Но покаяние, это не только признание своих ошибок. Это не просто, знаете ли, такой религиозный комплекс неполноценности. Это не просто самоезд, ни в коем разе. Покаяние, это, в первую очередь, решение. Покаяние, это сознательное решение, отвернуться от греха, отвернуться от дьявола, повернуться лицом к Богу. Кстати, метаноия, греческое слово, которое на русском переведено как покаяние, переводится как команда, кругом, раз, два. Дело в том, что в одной справочной ритературе есть такое интересное сравнение, что, Рик Реннер об этом рассказывал, очень интересно, что в древности, оказывается, метаноия использовалась как команда, кругом, раз, два. Солдаты шли в одно направление, официант командовал им. Метаноия, солдаты, покаяйтесь. И они разворачивались и шли в противоположное направление. И Бог ныне помилевает всем людям повсюду покаяться. Он кричит, покаятесь люди. И, друзья мои, метаноия, переводится еще, переводится еще, переводится еще, как изменение сознания, перемена мышления. Знаете ли, еврейская шва, означающая тоже покаяние, переводится буквально как возвращение. То есть вернуться в нормальное состояние, вернуться домой, прийти вновь, это есть вот покаяние, покаяться. И любой покаявшийся человек, независимо от динаминации его, любой христианин, он это понимает, что когда ты каешься, обращаешься к Богу, ты возвращаешься домой. И у многих возникает, да у всех тех, кто пережил спасение, возрождение, возникает такая мысль, а где я был раньше? А где я был раньше? Почему я раньше не познал его? Почему я раньше не встретил его? Знаете ли, и сегодня представить страшно мне теперь, что я бы не думал, открыл бы дверь, иной бы улицы прошел, Иисуса бы не встретил, не нашел. Но слава Богу, что Иисус открытый дверь, Он открылся, Он дает возможность всем людям спастись сегодня, каждому человеку, абсолютно каждому, не пройди мимо. Я обращаюсь сейчас как к тем присутствующим, что сегодня осознают свою греховность, осознают, что грешники, любой нормальный человек, знаете ли, он понимает, что он грешник. Но, скажу так, очень важно поверить в Иисуса Христа, что Он умер лично за тебя, не просто за всех, за все, как говорится, прогрессивное человечество. Нет, Он умер, да, за всех, но умер лично за тебя, и Он воскрес для твоего оправдания, чтобы ты был оправдан пред Богом. И Иисус Христос, Он написан, есть путь, истина и жизнь. И Сам Христос подчеркивает дальше, в Евангелии от Иоанна написано, в 14 главе, что никто не приходит к Отцу, только лишь через Него, через Иисуса Христа. Друзья мои, как первые апостолы, как первые христиане верили, так и сегодня мы верим, что ни в ком ином нет спасения. Только Иисус Христос. Друзья мои, страдания материнские Марии, страдания тысяч мучеников, ничто и никто другой, только Иисус Христос. Его божественное страдание, Его святая кровь, она пролидаясь и за Марию, и за апостолов, и за всех, 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 всех. Слава Богу. Друзья мои, у нас немного времени совершенно остается. Давайте мы завершим молитву сейчас, давайте мы встанем и помолимся. Помолимся. Опять-таки слово такое, знаете ли, порой такое затасканное очень слово, к сожалению. Люди очень часто молитвой называют то, что молитва не является вообще. На самом деле молитва это разговор с ним, беседы с ним, давайте поговорим с ним, давайте проще так пообщаемся с ним, давайте серьезно поговорим с ним о многих вещах. О самом себе, о жизни. У нас много вопросов обычно, у каждого из нас. Но самое важное, если вы сейчас хотите покаяться, примириться с ним и повернуться к нему лицом, отвернувшись от греха, вы можете сделать прямо сейчас. И важно выйти вперед сейчас вам. Почему? Потому что написано, что кто при любви меня исповедует, того и я пред отцом, пред ангелами исповедую. И полюбите его, ответьте своей любовью на его бескорыстную, просто безусловную любовь. Слава Богу, это вас спасет. Это спасет каждого грешника, каждого человека. Потому что Бог благ. Аминь. Пожалуйста, прямо сейчас, давайте мы завершим молитву покаяния. Выходите сюда сейчас, да, вот, женщины, мужчины, юноши, девушки, бабушки, дедушки, те, кто присутствующие. Пожалуйста, выходите еще. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь Господа и Иисуса Христа. Присутствие всех людей, большинство собравших здесь ведущих, людей, которые переживали уже это. Слава Богу. Обратившись лицом к этим людям сейчас, встаньте. И еще, я думаю, еще не все вышли, те, кому нужно спасение, если пережить. Не откладываем долгий ящик. Я помню тот момент, когда, пока вы слышите меня, можете сейчас выйти. Мы помолимся сейчас молитву покаяния. Когда люди некоторые говорили, потом покаюсь, на потом. Я еще молодой. Не помню, один говорил человек, мне только 35 лет. Но у меня жена, ребенок, дом строится, прочее. Но так получилось, что его убили. Реальная история из реальной жизни. Родной брат убил. На глазах у ребенка. Ребенок анимел от ужаса. Перестала девочка разговаривать. Жена в петлю бросалась. Ее вытаскивали. И такая история, страшная история. И я пришел. Я не знал, что это тот самый человек. Но узнал по фотографии. На телевизоре в рамочке правом. Знаете ли, стояла фотография. И я сразу... Лицо такое памятное. Очень такой нос большой. Такой череп такой очень интересный. Вот, значит. И я спросил, переспросил на всякий случай, где он работал. И точно. Это тот самый человек. Оказывается, как мы расстались, очень скоро, недели две, его не стало. Его убили. Его убил брат. И знаете, что интересно. Тот человек, которого убили, он не пил, не курил. Я же не изменяю. Я не гуляю. Я не пью, не курю. Я все в дом несу. Работаю. Дом. Я хороший, как бы, человек. А я предлагал ему покаяться. Притом предлагал очень интересно. Потому что вообще-то не он приехал, а его начальник приехал. Он был лишь шофером был. Понимаете ли? И не очень так лично, может, я поступал. Потому что мне нужно было говорить с этим человеком, с начальником, а не с шофером. А у меня все разговоры к шоферу. Вот не знаю почему, я не мог понять, в чем дело. Оказалось, что вот в чем дело было. Что, оказывается, Бог-то знал, что ему уже все, дни защитены его жизни. Враг бросил этот Аман поднебесный, знаете, бросил свой жребий о нем уже, свой пур. И это произошло, к сожалению. И на обеде, поминальном обеде, потом я приезжал к ним в 40 дней, значит, был у нас обед. У них обед, и я присутствовал тоже, поддержать семью как-то. Знаете, это просто такое горе было вообще. Знаете, и одна бабушка, она такая религиозная, читала по покойникам, псалтырь, там, значит, в храме помогала. Не в моем, а в другом храме. Ну, я знал эту женщину. И она там была, заводила такая, она все организовывала, там такая душа коллектива такого, значит, религиозного. И вот, напоминаем, обеде она, значит, там, опорожнив, значит, там, рюмкой-то водки, сказала бабушка-то, ну, видимо, ему на роду написано было, вот так вот, видимо, Бог его вот так вот, как бы, забрал. Но, знаете ли, у меня такое, я, наверное, стал протестантом там, наверное. Я слушал там еще в православном храме традиционном, я не был реформатором, я был еще традиционалистом таким. Но я стал протестантом в тот день, я сказал и этой бабушке, и всем присутствующим, я сказал, знаете, я не верю в это, я не верю, что, я все рассказал, я рассказал, что он приезжал ко мне, да, на самом деле. А, кстати, родственники потом говорили, что жена как-то упомянула, да, что он как-то приехал и все, весь вечер рассказывал, что он со мной батюшкой все время беседовал, он меня не отпускал, и все, покаяться призывал там все. Вот, но я не уверен воспользовался мне он этим, при мне нет, по крайней мере. У него было еще пару недель свободных, он еще ходил по этой земле. Знаете ли, о каждом из нас дьявол бросает свой жребий. И вражеский жребий может исполниться. Но есть Бог на свете, он бросает свой жребий. И знаете ли, скажу это удивительно, вот как вот бросает косточку, да, как выпадет. Бывает жизнь, бывает смерть. Есть временная жизнь, есть временная, есть вечная жизнь, есть временная смерть, есть вечная смерть. Есть очень интересные вещи, тонкие вещи. Интересно, знаете ли что, у дьявола на его костях украсть, убить, погубить. Украсть, убить, погубить. Это его кости. Это он бросает о каждом из нас. Но у Бога есть свои кости. Там описано. Жизнь и жизнь с избытком. Жизнь, жизнь с избытком. Что попадет. И очень важно, чтобы воля Бога исполнилась в твоей судьбе. Не воля врага. Я уверен, что те, кто вышли, слава Богу, что вы вышли. Слава Богу, слава Иисусу за вас. Вот перед лицом всех собравшихся людей. Может еще кто-то хочет присоединиться? Не стесняйтесь, у вас еще есть минуточка. Можете присоединиться. Мужчина, женщина, кто? И все присутствующие. Давайте будем молиться за вышедших. Вышедших вперед. И все присутствующие в зале. Давайте мы помолимся и скажем такие слова сейчас. Можем закрыть доза наши, чтобы максимально сконцентрироваться сейчас на Господе. Давайте скажем такие слова сейчас. Бог Святой. Отец Небесный. Я прихожу к Тебе. Во имя Иисуса Христа. И прошу Тебя. Прости меня. Я верю в Тебя. Ты любишь меня. И возлюбил всех нас. И отдал Сына Своего за нас. И Иисус Христос. Сын Бога Живого. Помилуй меня грешного. Войди в мое сердце. Живи во мне. Ты мой Господь. Ты мой Бог и Спаситель. И ни в ком ином нет спасения. Только Ты. Живи во мне. Царствуй во мне. Во имя Твое. Во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь от дьявола. Отрекаюсь от всех его бесов. Отрекаюсь от болезней и проклятий. Во имя Иисуса Христа. От всех планов дьявола. Во имя Иисуса. Призываю кровь скотую. Кровь Иисуса Христа. Господь скотой. И Иисус Христос. Ты моя судьба. Ты моя новая жизнь. Ты истина. Благодарю Тебя мой Бог. Аминь. Отец, я прошу Тебя сейчас за вышедших вперед Господь. И постеснявшихся от Твоего имени Святого Господь. Набравшихся в мужестве и вышедших вперед. И назвавших Тебя спасителем Своим. Богом Своим. Я прошу Тебя Господь. За тех, кто сейчас исповедовал имя Иисуса Христа. Как спасителя, целителя своего, освободителя. Бог прошу, благослови их сейчас Господь. Боже, и благослови Господь молящихся всех нас. Боже, сегодня обращающихся к Тебе. Благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа. Боже, благодать Твоя да пребудет с нами. Собери нас завтра. Продолжи, Господь. Мы нуждаемся в Твоем, Господь, Божьем учительстве. И из Слова Твоего, и из истории Церкви. Господь, учи нас на примерах. Боже, наседательно. Крепко держаться Тебя, дай нам всем Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Больше подчинь, переповедите, пожалуйста, к нему. Слава Богу. Слава Богу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...